Среди самых частых аварий в Сарове сотрудники ГАИ назвали столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов. С начала года зафиксировали 8 и 11 таких случаев соответственно. К основным причинам дорожно-транспортных происшествий дорожные полицейские относят превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование сигналов светофора. Состояние безопасного движения по итогам 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года характеризуется снижением количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. То есть на данный промежуток времени за 6 месяцев зарегистрировано 29 таких ДТП, в прошлом году было 33. 37 в этих ДТП были зарегистрированы как ранее. Чтобы сократить число ДТП в городе и снизить тяжесть их последствий, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейдовые мероприятия. Всего за 6 месяцев на дороге с проверками и профилактическими беседами они выходили более 30 раз. В текущем году у нас уже было выявлено 112 нарушений, связанных с управлением транспортных средств водителям, которые находятся в состоянии опьянения, либо которые отказались от прохождения медицинского свидетельства. Таких водителей в этом году уже было зарегистрировано 112, в прошлом году было 110. Также большой рост составил выявление нарушений страны водителя, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения повторно. В том году было 12 нарушений таких выявлено, в этом году уже 20. Тысячи людей ежегодно погибают в стране по вине пьяных водителей. С их участием связано каждое девятое ДТП и каждая четвертая смерть на дороге. Не оставайтесь в стороне от проблемы. Если вы стали свидетелем, как кто-то управляет транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 112. Это поможет избежать беды и спасти чью-то жизнь. Спокойно звонить на номер 112, эта информация передается в дежурную часть, и дежурная часть оперативно направляет сотрудников для выявления таких водителей на дороге. Также хочу дополнить сказанное то, что согласно постановлению правительства Нижегородской области, за данную информацию, если она подтвердится, гражданам положена компенсация денежная в размере 2000 рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.